В Витнерской центральной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню Белой Трости. Ежегодно событие не только напоминает общество о людях с ограниченными возможностями здоровья, но и служит маяком для тех, кто потерял зрение и нуждается в помощи. Объединись слепых, понимаете, потому что кто-то сидит вообще не знает, что есть такая организация у нас. Общество слепых. Ну, кто-то вообще не знает, что ему делать, когда он попадает в такую ситуацию, понимаете. Но вот это разъясняем им. Разъясняем. Помогаем в жизненных ситуациях трудных. Сотрудники администрации и общества инвалидов оказывают всяческую поддержку гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Муниципальный депутат Владислав Рымша вручил председателю управления Ленинского отделения Всероссийского общества слепых Евгению Зорину памятный подарок. Сегодняшнее приглашение нас не удивило. Мы пришли с подарком, подарили говорящие часы по запросу данного общества, потому что, как я понимаю, данные часы будут помогать непосредственно слепым в ориентации общества. Мероприятие также поддержал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Его помощник Александр Серов вручил обществу слепых благодарственное письмо. За активное участие в решении социальных проблем инвалидов по зрению Ленинского городского органа Искусства области и связи вам сегодня 32 года. В связи с 33 лет. Отсевайте. На дне Белой Трости выступили приглашенные гости с песнями, стихотворениями и баснями. Мероприятие посетили люди, для которых ограничения по здоровью не преграды саморазвитию. Можно обучиться. Кто-то из Макраме любит. Незрячие люди из Макраме делают очень интересные сумочки, вазочки, цветочки. У нас даже есть резьба по дереву. То есть вот такие вот обучающие заведения, где человек учится жить заново. День Белой Трости позволил встретиться с слабовидящим людям и рассказать другим о себе и о своих талантах. Событие является важным напоминанием, что есть те, кому особенно необходимо внимание и поддержка.